В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях четверга вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании Вот некоторые темы выпуска. Своими силами жители села Красильникова собирают деньги на ремонт дорог. Контрабанда на 6 миллионов в Рязань пытались ввести незаконную партию рыбы. 3 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Кто они, современные нефтяники? Цветы в подарок. Во сколько обойдется букет 1 сентября? Впервые в этом году региональная общественная палата будет практиковать принципиально новый формат работы на выборах 10 сентября. Участвовать в общественном наблюдении за ходом голосования. О новшествах, которые ожидают рязанцев на предстоящих выборах, расскажет Валерий Седов. Рязанская область вновь станет первым регионом, где применяются нововведения. В этот раз они коснутся гражданского участия в выборах. И если опыт будет удачным, то распространится он и на другие регионы. 30 августа состоялось заседание рабочей группы по общественному контролю за выборами при общественной палате Рязанской области. Одним из самых главных событий стало подписание соглашения о сотрудничестве с областной избирательной комиссией, в рамках которого пройдет обучение общественных наблюдателей, открытие горячей линии для избирателей и совместная проверка готовности избирательных участков. Рабочая группа была создана из членов общественной палаты, общественных деятелей, политологов, социологов, экспертов для организации общественного контроля за выборами в Рязанской области. Сейчас закон предполагает только два типа наблюдения на выборах – от имени средств массовой информации и от имени кандидатов и политических партий. Общественная палата Рязанской области направила кандидатам в губернаторы предложение о взаимодействии. Политики отреагировали положительно. Я представитель избирательной комиссии региона. Мы все целоприветствуем такой шаг общественной палаты. Мы всегда шли навстречу конструктивному общественному взаимодействию в рамках избирательного процесса. И мы заинтересованы в том, чтобы избирательное законодательство на территории Рязанской области соблюдалось в полной мере. Руководитель рабочей группы по общественному контролю за выборами Ольга Воронова сообщила, что наблюдатели от общественной палаты будут осуществлять контроль на основе принципов беспристрастности, объективности и гласности, как это определено в законе. Пока в Рязани радуются, что город день ото дня становится красивее, начали ремонтироваться дороги и дворовые территории, жители деревень и сел уже не ждут перемен к лучшему. И те, кто не желает мириться с плохими дорогами, отсутствием инфраструктуры и внимания со стороны местных властей, собственными силами пытаются сделать хоть что-то для своей малой родины. Наша съемочная группа побывала в селе Красильниково, где жители за свой счет ремонтируют дороги. Живописное село Красильниково, расположившееся неподалеку от Спаска, в последнее время на слуху у многих, ведь именно отсюда берет начало знаменитый род Головниных, самым ярким представителем которого является Василий Михайлович, вице-адмирал, отдавший все силы служению России и флоту. Однако здесь, по сути, на его родине о знаменитых земляках и славной истории узнали только благодаря Татьяне Буровой. Больше 20 лет она проработала в школе, а в 2004 году, благодаря воле случая, начала работы по восстановлению фамильного склепа Головниных, облагораживанию их могил и не только. Был страшный ураган. И я шла вот по той дороге, где шел вот этот вихрь. И куда мне спрятаться, он прям по дороге идет, и я побежал сюда близко, и я побежал сюда в церковь. Когда я прибежал в церковь, встал в уголочек, а гляжу, тут было огромное дерево, уже на склепе выросло. Вот ветер ее приподнимает вместе вот с этим окладом, да, и затихает, и он опять назад хлюпает. И вот такой звон, звук из подземелья. Вот как будто меня кто-то просит, что мы тут, мы тут. Вот такой. И это, мне взял ужас. И говорим, что же мы свиньи? Открыт склеп. Тут все обвально было. И я никого не просила, никого, и я стала ремонтировать, засыпать. А значит, вылежала, я наняла ребят, выложила большими этими камнями все, и поставила на место часовню. Восстановление церкви, которая была построена в далеком 17 веке, также легло на плечи уже немолодой, но невероятно деятельной Татьяны Григорьевны. Ну а теперь к заботам о сохранении истории прибавились работы по благоустройству села. В прошлом году местные жители своими силами отремонтировали сельскую улицу. А в этом, к примеру, односельчан решили последовать и остальные жители Красильникова. Собрали деньги, дорогу, храму сделали. Вот, а теперь по улицу центральную сделали, по 7 тысяч собрались. Вот мы по 7 тысяч собрались, значит, уже половину сделали, Главнинскую улицу. А в субботу мы сделаем продолжение, что уже будем ходить и в туфлях, и в тапочках. Потому что так было после дождя только в резиновых сапогах. Стоит ли объяснять, что такое 7 тысяч для жителей Рязанского села, большинство из которых являются пенсионерами. Тем более, что дороги должны содержаться в порядке местными властями. Однако поселковая администрация постоянно находит какие-то отговорки. Хотя жители Красильникова не раз обращались за помощью. Конечно, обращались не один раз, но на нас говорят, мы плохие тут люди, значит, жалуемся, пишем об этом, обо всем. И к нам они вообще не приходят. И разные отписки нам дают, надуманные какие-то. Но мы не стали их больше тревожить, это бестолку. Помимо дорог у жителей села Красильникова немало проблем. Здесь нет ни школы, ни библиотеки, ни Дома культуры, даже оборудованного медпункта. Итого нет. Сейчас выборы, негде голосовать, медпункта нет. Кроме того, детям села абсолютно некуда себя деть. И приходится им проводить время в импровизированном клубе, который они обустроили на дне высохшего пруда. Ребятам некуда деться. Летом очень много ребят приезжать к бабушкам, к дедушкам. Ну, вот они играют нас против меню, и это человек 50. Молодежи вот таких и маленьких, и больших. А деться им некуда. Некуда притулиться. И вот они тут обвалились, вот в старой школе совсем. И вот они себя ремонтируют, делают вон домик. По словам местных жителей, председатель Троицкого сельского поселения Андрей Кабочкин не обращает никакого внимания на проблемы жителей села Красильникова. Узнать, почему обделяют вниманием жителей села Красильникова, мы решили в Троицком сельском поселении. Но, к сожалению, на рабочем месте никого не оказалось. По телефону нам также не удалось дозвониться до неуловимого председателя. У местных жителей одна надежда, что областные власти обратят внимание на тот беспредел, который творит местная администрация. Ну а Татьяна Григорьевна останавливаться на достигнутом не собирается. Пока есть сила, она будет заниматься и благоустройством села, и сохранением истории. Кстати, она написала уже шесть книг, посвященных истории рода Головниных. Правда, для издания «Шестой» необходимы деньги, которые пообещали выделить через Министерство культуры Рязанской области. Правда, пока это только слова, но Татьяна Григорьевна надеется, что данные ей обещания областные власти сдержат. Теперь вот ждем, когда кто мне поможет. Шестой книги очень интересные. Конечно, это все архивные. И это чтобы не ушло в далекий ящик. Вот это люди будут читать и знать, кто тут жил, как тут жил. Ну а мы будем следить за ситуацией. Еще раз постараемся связаться с председателем Троицкого сельского поселения. Продовольственное эмбарго, о котором мы слышим уже не первый год, стало очередным направлением для нарушителей. Товары, запрещенные к ввозу в страну, между тем проникают на прилавки магазинов противозаконным способом. Но правоохранительные органы и таможни тщательно отслеживают весь импорт. В августе 2017 года было возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды в особо крупном размере. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 4 августа 2017 года на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь прибыло два рефрижератора. Согласно товаросопроводительным документам, в них находился товар таможенного союза. Скумбрия атлантическая малосоленая замороженная. Общим весом 39 966 килограммов. Производство в Великобритании и происхождение Республики Беларусь. После прохождения границы товар был направлен на склад одной из организаций города Рязани. 5 августа на территории одного из складов города Рязани были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате этих мероприятий были на территории склада, ну не обнаружено, увидели эти транспортные средства, которые осуществили международную доставку товара, а также сам товар. Это рыба замороженная в ящиках, в картонных таких коробках по 20 килограммов. Исходя из этих сведений, установили, что перемещенный через государственную границу Российской Федерации с государственными членами таможенного союза, товар не является товаром таможенного союза. В отношении товара на территории Республики Беларусь провели простые операции по обеспечению его сохранности путем смешивания компонентов. Добавление сверху поваренной соли в крупных гранулах. Данный процесс не привел к существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих. Следовательно, в соответствии с правилами определения страны происхождения товаров, страной происхождения вывезенного товара является Великобритания. Великобритания входит в список стран, в отношении которых применяются санкции правительством Российской Федерации. Из этих стран запрещен ввоз отдельных категорий сельскохозяйственной продукции. Замороженная рыба, она как раз относится к их числу. Это уже третье уголовное дело, возбужденное в 2017 году по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. До этого в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий выявили еще два аналогичных случая контрабанды замороженной сырой рыбы из Республики Беларусь. Например, была выявлена партия товаров под названием «Мойва слабосоленая мороженая весом нетто 20 260 килограммов». В соответствии с заключением специалиста, товар представлял собой замороженную сырую неразделанную рыбу-мойву. Товар не подвергался обработке по солу, высокотемпературной обработке или консервированию. Рыночная стоимость товара на внутреннем рынке Российской Федерации составила 2 миллиона 431 тысячу 200 рублей. И по той же схеме перемещалась еще одна партия товара под видом салаки малосоленой замороженной. Была доставлена замороженная сырая неразделанная рыба. В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия. Товар изъят. За минувшие сутки на дорогах города произошло две аварии с участием несовершеннолетних пешеходов. Причем второе ДТП произошло на пешеходном переходе. Подробнее об этих происшествиях расскажет Валерий Седов. Аккуратно переходить дорогу нас учат с детства. Смотреть на сигналы светофора на регулируемом пешеходном переходе или на поток машин на нерегулируемом. Правда, даже самые большие предосторожности не всегда смогут уберечь человека от опасности. Так, 30 августа на улице Дзержинского произошло ДТП с участием 15-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Но это не единственная авария с участием подростка за минувшие сутки. В 15.25 на улице Касимовское шоссе города Рязани напротив дома 20 47-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо Боксер», двигаясь по 99 маршруту в направлении улицы Грибоедова, совершил наезд на 16-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. С полученными травмами пострадавший был доставлен в больницу. Водитель маршрутного такси недоумевает. По его словам, подросток выбежал из-за машины и его сложно было заметить. То есть я и так ехал, он прям из-под машины, из-под машины прям выбежал, и я даже не успел ничего среагировать. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили жителям города Рязани о важности соблюдения правил дорожного движения и об осторожном вождении. Особенно это актуально в преддверии 1 сентября. Уважаемые водители, помните, что на улицах в первые сентябрьские дни появляется большое количество несовершеннолетних. Будьте внимательны, проезжая районы расположения школ и детских учреждений. Снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам, особенно если они нерегулируемые. Традиционно в первое воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией геологов, разработчиков, переработчиков, строителей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных и газовых специальностей. Чтобы узнать больше об особенностях работы нефтяников, в преддверии знаменательной даты наша съемочная группа отправилась в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, где встретилась с одним из ее работников. Тяга к техническим наукам, таким как физика и начертательная геометрия, принесла свои плоды. Иван Попов закончил нефтехимический техникум, а после устроился сюда, в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию. Ему предстоял долгий и тернистый трудовой путь. Два года он проработал оператором установки депарафинизации масел, потом год армии и возвращение на завод. На должном заместитель начальника установки был поставлен, ну прежде всего, это, наверное, за отношение, за добросовестное отношение к исполнению своих должных обязанностей. Плюс параллельно, когда уже вернулся после армии на завод, принял для себя решение, что останусь работать на этом предприятии надолго. Сейчас Иван Попов заместитель начальника установки гидроочистки Л24-6. На ней производят дизельное топливо по высшему экологическому классу 5. В подчинении у Ивана Попова 38 человек. Должность очень ответственная. Контроль за работой установки и за занятостью персонала. Работать нравится. Нравится то, что она не имеет какой-то рутинной основы. Постоянно совершенствуется процесс, совершенствуется и мы. Таким образом, то есть на работу хочется корить каждый день. Таких ответственных работников, как Иван Попов, на заводе 3,5 тысячи человек. И всех их отличает грамотность и трудолюбие. Оно и понятно. Профессия нефтяника обязывает. Она одна из самых уважаемых. А отраслевой праздник давно стал всенародным. Проходит он в первое воскресенье сентября. В этом году он выпал на 3 сентября. При вере Дня работника нефтяной и газовой промышленности хочу пожелать своим работникам успехов в трудовой деятельности, счастья, здоровья, трудовых достижений и безаварийной работы. С праздником! Последняя неделя лета для многих стартовала с первой сентябрьских забот. Если с покупками формы, канцелярии и прочих атрибутов ученика мы уже разделались, самое время задуматься о букете. Наша съемочная группа решила выяснить, сколько он будет стоить, какие цветы дарят учителям и можно ли вообще отказаться от этой традиции. Традиционно самые большие продажи цветов в России 8 марта и 1 сентября. 31 августа в цветочных салонах с самого утра выстраиваются огромные очереди, поэтому заказывать букеты рекомендуется заранее. Для начала разберемся, какие цветы выбрать. Букет не должен быть огромным и тяжелым, ведь вашему ребенку придется держать цветы всю линейку. Букет первоклассника должен быть небольшим по размеру, с жизнестойкими растениями и без сильного запаха. Если вы решите выбрать розы, купите цветы с короткими стеблями и удалите шипы. Необычно это бывает, можно так сказать, лохматые букетики, то есть форма свободная букета. Выбирают не все, к сожалению. Думаю, что классический букет, но на самом деле так и есть. Если это дарится от первоклассника, букет выбирается небольшой, компактный, состоящий из небольшого ассортимента цветка, потому что стоять на линеечке тяжеловато первоклассникам. Отдают мамам, мамам не всегда бывают близко, поэтому более крупные букеты выбирают ученики более старших классов. Цена школьного букета в нынешнем году варьируется от 600 рублей до 1500. Не дешевле обойдутся и традиционные астры или георгины, купленные на улице на стихийном рынке. Как думаете, почему к первому сентября любят георгины покупать? Не знаю, самые яркие. Вот у меня сейчас розовые, а так вот белые, смотрите, какие нарядные. Вот, видите? Поэтому их берут. Стоит учитывать, что из этих недорогостоящих, но ярких садовых растений тоже можно сделать интересные композиции. Частично заказчики приходят уже с фотографиями того, что хотели бы. Модная, да, и используется часто. То есть это гортензия, она бывает разных тонов. Голубая, синяя. Бывают очень интересные тона, то есть сочетание зеленого, бордового. Также используется дельфиню в данном букете. И небольшие его побеги, то есть бутончики. Эвкалипты. Из года в год букеты первоклассников украшают школьными аксессуарами, карандашами, линейками, мелками, даже небольшими глобусами. Базовыми цветами для недорогих букетов являются герберы, хоризантема и подсолнухи. В более дорогих моделях букетов используют цветы, которые популярны и в любых других тенденциях. Гортензия, дельфиниум, протея и некоторые виды цветов, стилизованных под полевые. Георгины бывают сейчас разных и красивых цветов, и также сорта очень разнообразные, что поддерживается как раз цветом. Также бывают гвоздики, то есть раньше говорили о том, что гвоздики – это неинтересный цветок, а все его побаивались. Сейчас очень много разных гвоздей. Форма тоже красивая у них бывает, они бывают похожие на часики полевые. То есть полевые букеты тоже модно дарить на 1 сентября. Какой бы букет вы не выбрали, главное, что любимому преподавателю будет приятно. А праздничное настроение зависит исключительно от вас самих. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok